В серии двух столичных клубов, ничья. Победа ЦСКА в первом матче серии с Динамо получилась настолько безоговорочной, что его главная сюжетная линия оказалась около хоккейной. Белоголубые на старте второго раунда устроили настоящую охоту на Кирилла Капризова, главным действующим лицом, в которой стал Андрей Миронов. В итоге олимпийский чемпион все равно забил, защитник Динамовцев зарядил ему в лицо и схватил двухминутный штраф за подножку, а их противостояние стало главной темой всех послематчевых интервью. Капризов отделался фразой «Мы играем в хоккей», а вот главный тренер Динамо Владимир Крикунов решил всех повеселить. Интересно было, получит ли этот сценарий продолжение во второй игре, и на четвертой минуте белоголубые снова заработали удаление на Капризове, на этот раз в спину армейцу жестко въехал Дмитрий Моисеев. ЦСКА создал первый опасный момент только под конец большинства, но Павел Корнаухов промахнулся с дальнего пятака. В итоге, две минуты команда Игоря Никитина потратила впустую, как и динамовцы до этого, они получили шанс поиграть в формате 5 на 4 уже на 27 секунде встречи. Московские клубы придумали всего восемь бросков на двоих, а главный голевой шанс запорол форвард Динамо Белоголубых Дмитрий Когарлицкий. Он убежал к воротам Ильи Сорокина в компании Вадима Шипачева и Микса Индрашиса, принял решение завершать атаку самостоятельно, но Кипера не переиграл. В перерыве Никитин, по всей видимости, смог донести до своих хоккеистов, что его происходящее совсем не устраивает. С самого начала второго периода ЦСКА полетел вперед забрасывать, а если не получится, закапывать шайбу в ворота Ивана Бочарова. Получилось довольно быстро, Карнаухов, вроде бы, реализовал выход 2 в 1, по крайней мере, арбитр четко зафиксировал гол. Но ведя просмотр арбитра разубедил, шайба линию не пересекла. Этот момент слегка сбил настрой армейцев, они продолжали больше атаковать до конца 20 минутки, но эмоций им, казалось, не доставало. В итоге и вторая сирена прозвучала, когда на табло горели унылые нули. Третий игровой отрезок соперники начали так бодро, что, казалось, на этот раз галы неизбежны. Но постепенно все снова скатилось к сценарию двух первых периодов. ЦСКА подавливал без особого огня, будто зная рано или поздно команда своего добьется. Динамо с какого-то момента перестало вообще создавать хоть что-то опасное. В концовке Супершанс упустил Индрашис, но на победу в основное время команда Крикунова точно не наиграла. Хотя после вчистую проигранного первого матча и ничью по итогам 60 минут можно назвать успехом для бело-голубых. Овертайм продолжался всего 35 секунд. Владимир Брюквин сам забросил шайбу в зону, сам подобрал ее после ошибки Никиты Нестерова и сам пробил Илью Сорокина. Ради такого, динамовцам стоило терпеть целый час. Динамовцам стоило терпеть целый час.